Первая гонка второго соревновательного дня Смешанная эстафета Здесь укороченная дистанция в сравнении с обычной эстафетой и укороченный штрафной круг Но вот сейчас мы наблюдаем как раз таки стрельбу И если будут промахи, а сегодня очень такой порывистый ветер Очень такая сложная для биатлонистов погода Поэтому много промахов может быть Мы находимся в зоне передачи эстафеты Сейчас вот только что отстрелялись мужчины И они будут передавать как раз таки эстафету девушкам Это сейчас произошло и участница уходит на дистанцию Для того, чтобы преодолеть ее с наибольшей скоростью И, конечно, попасть по мишениям как можно лучше Что вы делаете? Передаю в центр, когда спортсмены передают передачу в следующий этап Вот у вас в руках что это такое? Кнопкой я отмечаю, когда они проходят зону передачи и передаю в микрофон Мы сейчас будем наблюдать за финишем Тюменская область, первая команда завоевывает золотые медали в смешанной эстафете Команда 3-4 сегодня боролась бы за призы Так они, наверное, сзади и борются Удалось за счет стрельбы создать отрыв нам двоим Ну и, в принципе, додержать просто это и все Ну вообще, вот у вас меньше всего промахов А ветер все-таки такой коварный сегодня здесь, в Кантамансийске Ну давайте отвечу я на этот вопрос Ну мы хорошо пристрелялись Во-первых, вчера еще гонка была И до этого мы проводили тренировки Поэтому мы немножко посмотрели на ветер, поработали И сегодня было достаточно просто внимательно подойти и посмотреть Потому что, например, я когда на стойку пришла, был реально сильный ветер И я решила, что я пережду немножечко и отработала чисто Поэтому я думаю, что мы сегодня просто очень хорошо справились со стрельбой И просто отработали с головой По дистанции в целом легко сегодня шлось? Сегодня полегче бежалось, в целом большой плюс за погоду, что сегодня теплее Вчера бежали, было холодно и как бы замерзали на спусках А сегодня было приемлемо даже с потерей Спасибо большое Второй соревновательный день подарил нам еще одну смешанную эстафету Две девушки, два мужчины Передача эстафеты сразу же после первого круга После первых стрельб И вот сейчас мы видели, как стартовала у нас Как раз таки первая группа участниц Которые передаст дальше эстафету еще одной девушке А дальше уже пойдут в бой мужчины Заключительная передача эстафеты И вот сейчас лидирует республика Башкортостан и Югра Настоящая заруба развернулась И вот сейчас мы видим, что Югорчанин все-таки на последних где-то метрах здесь обошел своего преследователя И Дмитрий Иванов сейчас завершает гонку победителем И Югра на пьедестале почета Золото у нас Интервью с победителями Золото у команды Югры И вот она эта четверка, которая приносит нам уже второе золото В этом чемпионате России Ну как сложилась гонка, наверное Давайте начнем с первого номера Как она пошла и как продолжилась Ну я, главное, настраивалась на стрельбу Потому что первый этап это настроение на всю эстафету Чтобы больше было отрыва Я не знала, как это сложится Но я довольна своим этапом У меня получилось хорошо И довольна командой Когда мне передала Кристину, у меня был достаточно хороший запас Я тоже шла спокойно в своем темпе Не форсировала себя Но чуть-чуть не получилась стрельба Но я все довольна тем, что я показала Это был мой максимум на сегодня Девчонки молодцы, сделали все хорошо На свой этап я ушел В принципе, уже с тактическими размышлениями Лежа стрелял, все хорошо Стоя пытался создать небольшой отрыв Отрыв я получил и создать Ну, получая стрельбы стоя Не справился с ветром И именно на четвертом-пятом выстреле Уже наступил тремор И не смог справиться с стрельбой Ушел в круг Ну, максимально постарался отработать на финиш Тактическая, наверное, игра такая была Вот, где-то выиграл В каком моменте? Да, спасибо, во-первых В первую очередь, команде То, что хорошо отработали И мы как бы две команды ушли на последний этап Это и психологически легче Вдвоем бежать И тактически тоже Ну, на последний круг мы ушли Я видел, что соперники промахиваются Мы решили как бы Мы не договаривались Сейчас просто так гонка пошла, что мы Последний круг Ну, решили не идти во всю силу Так как я соперника своего очень хорошо знаю Я был уверен, что на финише смогу обыграть его Югра! Мы чемпионы! Ура! Чемпионат России по биатлону в Хантамансийске Второй день, второе золото У Югры мы очень рады Второе место здесь заняла команда Республики Башкортостан Новосибирская область на третьем месте Но Югра с золотом мы ее поздравляем И, конечно, Югра впереди планеты всей Гонка с массового старта Хантамансийск, чемпионат России по биатлону И вот 15-километровая дистанция Четыре огневых рубежа в первых рядах Дмитрий Иванов из Хантамансийского автономного округа И еще шесть спортсменов Которые будут защищать цвета нашего округа Будем надеяться на победу После двух стрельб Из положения лежа Одной стрельбы из положения стоя Лидирует Андрей Павлов Представитель Хантамансийского автономного округа Будем надеяться, что и в дальнейшем Он будет выступать так же успешно И придет на первую ступень пьедестала почета Ну что же, дорогие друзья Сейчас будем наблюдать за победным финишем Андрея Павлова из Хантамансийского автономного округа Он становится золотым призером Третье золото приносит на этом чемпионате России по биатлону Смотрим! С вызванием чемпиона России Молодец! Следом за ним представитель Ульмуртской республики Андрей Павлов и Дмитрий Иванов Герои сегодняшней гонки с массового старта на 15 километров И сейчас вот как раз прошла церемония награждения Мы с ними постараемся пообщаться В принципе, сложностей особо никаких не было Скажем так, ходом немножко тяжеловато было Особенно концовочку Пришлось убегать Были некоторые помехи Лёжа, в принципе, особо проблем больших не было Но вот на последней стойке сказалось Из-за этого, скажем так, пришлось сделать небольшую задержку Отложить несколько выстрелов Но в целом справился Не допустил промахов Поэтому, думаю, сегодня стрельбу можно записать в актив В моей карьере это самая лучшая стрельба Ну вот именно с четырёх рубежей Первый раз четыре ноля стрельнул До этого ни разу такого не было ещё Первый раз чемпионом России стал Неаккуратно сработал стоя На лёжке можно было ещё позволить себе промахи Так как у нас вторая часть дистанции Было два круга по два с половиной Можно было что-то отыграть В принципе, это и получилось Но стоя я уже рисковал Так как была такая непростая обстановка Как всегда у нас здесь в Канты-Мансийске ветер был И пришлось рисковать И допустил на стойке по одному промаху И на последнем кругу уже просто не было сил догонять Хорошо, что соперников сзади не было Трасса в Канты-Мансийске непростая У нас, все знают, есть длинный спуск По округу работаешь хорошо Согреваешься, тебе тепло На спуске начинает продувать И мне кажется, такое чувство, что подзамерзать начинаешь И на стрельбище тоже самое В принципе, тяжёлые условия для стрельбы Андрей Павлов у нас сегодня показал Гроссмейскскую стрельбу Это говорит о том, что можно стрелять в любую погоду Не важно, там ветер или снег идёт В каждой гонке есть по медали Это очень хороший результат для меня, я считаю У нас осталось две подготовительные недели И там уже будут основные старты На которых, я думаю, нужно показывать максимальный результат Чтобы на следующий год попасть на централизованную подготовку сборной команды Женский мост-старт 12 километров В отличие от мужчин, которые бежали 15 километров Среди 27 представительниц 4 из Югры Будем болеть за них и, конечно же, пожелаем им удачи сегодня Только что состоялась стрельба из положения стоя у девушек К мост-старте посмотрим на толпыло Здесь Виктория Сливко из Тюменской области Первое место В секунде от неё Анна Никулина Третья Наталья Ушкина Ну а лучшая из югорчанок Кристина Дюпина Ну у неё уж слишком большое отставание Не быть нам сегодня на пьедестале Всё, сдаётся у нас Анна Никулина Поздравляем Викторию Сливко и представителей Тюменской области тренеров Виктория Сливко, золотая медаль, Тюменская область Как сложилась гонка, где был переломный момент Где отстояли вот это золото Ну понятно, что на финише ещё заруба была На финише это не то слово заруба Уходила с отставанием Потом догнала Нютку и решила, что не надо ждать до финишной прямой Но всё-таки она меня за спуск накатила И пришлось разбираться уже здесь Трасса великолепная Стрельбище здесь очень сложное Одно из наисложнейших Очень рада, что справилась лёжа Так как из-за лёжки не отстала, а была в лидерах Стоечка немножко подвела, но было напряжение И как-то не могла стрелять стоя В общем, всё приходилось делать на дистанции сегодня Думали ли до этого, что будете победителем? Нет, конечно, я не думала и не загадывала Но всё равно настраиваюсь на хорошую гонку Хочется показать результат В первую очередь этот сезон у меня получился Такой не очень удачный, так сказать Так как я осталась в России, не попала никуда на международные старты Но стараюсь каждый старт Кубка России бежать Приносить очки региону Так как регион всё равно мне помогает И это главное Анна Никулина, серебряный призёр Чемпионат России по биатлону В Мастарте, Новосибирской области Поздравляем серебром Очень такой финиш был захватывающий Но вот чего не хватило Сегодня не очень хорошо себя чувствовала Видимо, вчера сил много потратила на эсофету Не успела восстановиться В целом по ходу очень тяжело проходила гонка Но и на финиш не хватило сил Подведём итоги чемпионата России по биатлону С олимпийским чемпионом, главным тренером сборной Югры Евгением Редькиным Здравствуйте Здравствуйте Ну, Евгений Леонидович Три дня, три золота, одно серебро Брестящие результаты, три дисциплины Ну, мы до медали жадные люди Поэтому немножко сегодня, чуть-чуть нам ещё не хватило Вот в части женской гонки Ну, я считаю, что сегодняшний чемпионат Начало чемпионата В основном это были команды и дисциплины И большой масс-старт В общем-то, мы старт дали хороший И 29 марта по 5 апреля У нас основные гонки чемпионата России И там больше индивидуальных гонок И эстафетные гонки Которые, в общем-то, подведут его к сезону И мы надеемся, что сегодняшний рейтинг нашего региона Он достаточно высокий И я думаю, ребята Немножко отдохнув за эти две недели Подготовиться И мы рады будем Порады порадовать всех наших болельщиков Хорошими результатами Я в этом не сомневаюсь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok